Друзья, всем привет! Напишите, пожалуйста, тоже по десятибальной шкале, как нас слышно. Можно оценить две десяточки, поставить, если и меня, и Владимира слышно хорошо. Давайте, первая будет моя десяточка, а вторая — Владимира, если у всех все хорошо. Если вдруг кому-то что-то плохо слышно, то можно там 9, 8, 7 и так далее. 10, 10. Спасибо за оперативный ответ. Отлично. Значит, у нас со звуком все в порядке. Тогда будем начинать. Давайте предлагаю немножко познакомиться, кто у нас сегодня пришел на наше мероприятие. Напишите, пожалуйста, единичку, кто является участником нашего сообщества Be Happy 24, и двоечку, кто сегодня пришел к нам в гости, потому что вас, возможно, заинтересовала тема нашего сегодняшнего мероприятия. Единичку, если вы уже участник сообщества, и двоечку, если пришли к нам в гости. Ну, а мы тогда, наверное, тоже давай представимся, пока люди представляются, мы давай тоже представимся. Предлагаю, давай я тебя представлю, как я тебя знаю. Друзья, кто сегодня, возможно, в гостях и еще не знаком с Владимиром, я вам торжественно представляю этого человека. Это человек, который, насколько я вижу, действительно умеет достигать своих целей. Я думаю, что человек, который не умеет достигать цели, вряд ли бы стал пилотом гражданской авиации и не смог бы без целей высоких забраться так высоко. Это человек, который умеет достигать цели и в бизнесе. Это человек, который является прекрасным семьянином. Это человек, который добрый, открытый, светлый, открыт к путешествиям, к новым возможностям. В общем, для меня это человек, у которого действительно есть чему поучиться, поэтому мы сегодня вместе и проведем для вас полезное мероприятие относительно целей и достижения мечты. Спасибо за представление. Давай я тебя тоже со своей стороны, как я тебя вижу, раскрою. С Ольгой мы познакомились в Таиланде в этом году, в феврале. Вот я ее первый раз увидел вживую на тренинге. И с того момента, вы знаете, чувство такое же непроходящее, как в первый раз. Человек, который... Я вам сейчас покажу одну вещь. Смотрите, вот такая вот штучка, где тут видно. Это вот, знаете, эта вот штучка, это вот магнитик такой на холодильник, сделан, я думаю, Олиными руками. Но, может быть, там еще муж помогал. Вот, и вы знаете, на тот момент, когда мы первый раз познакомились, увидел в Ольге огромное-огромное, большое-большое-огромное сердце, любящее сердце, которое служит и отдает. Вот, и на протяжении всего этого времени, сколько вот мы с Ольгой общаемся, вижу, что именно вот это сердечко, оно, знаете, оно служит, служит, все время служит и служит и отдает. Поэтому Юрия Барабанова отдельный привет, ему, я думаю, очень повезло. Вот, ну и вижу Ольгу как ответственного, вижу Ольгу как, знаете, человека, который тоже для себя оставит цели, планы и реализует их, то есть достигает. Поэтому сегодня мы как раз и будем говорить о целях, о мечтах и о том, как реализовать и воплотить наши мечты в жизнь. У нас сегодня так встреча и называется, как рядовому простому человеку прийти в свои мечты. Поэтому, друзья, кому заходит, ставьте лайки, подписывайтесь на наши фреши. Оля, у меня, к сожалению, сегодня не будет этого чата, я не смогу ничего видеть, потому что на телефоне только вот наш с тобой, поэтому в комментариях, если что, листай. Да, да, смотрю комментарии, потихоньку знакомимся, получили отдельный тебе привет от Юрия Барабанова, значит, Алекс из Франкфурта тоже передает нам привет, лайк Ярослав ставит. В общем, потихоньку атмосфера так вот утепляется, просыпаемся потихоньку. Кстати, друзья, скажите, пожалуйста, кто сегодня легко проснулся? Напишите, пожалуйста, плюсик, кто легко проснулся, а кто так вот сложновато было просыпаться, напишите минус, пожалуйста. Оля Короткова привет с Алтая передает. Классная такая международная конференция у нас. Поделитесь, пожалуйста, вот искренне, кому сегодня легко просыпалось? Плюсик поставьте, а кому не очень? Тот минус. Вов, а ты как сегодня? Проснулся легко? У меня вообще отдельная история по этому поводу. Так как я своих любимых девчонок отправил на Алтай, они у меня нынче на Алтае, спали мы сегодня с сыном вдвоем. Он не захотел спать отдельно, приполз ко мне. И под утро начал мне храпеть. Типа, батя, пора вставать. Поэтому мне хотелось, знаешь, как-то легко встать, но легко встать не получилось. Встал, как обычно, по-нормальному. Потому что кто-то будил раньше, чем планировалось, да? Мы сегодня тоже встали прям намного раньше, чем обычно. У мужа что-то случилось, он решил просыпаться в 5 утра. Говорит, тот, кто просыпается раньше, говорит, у него больше возможностей реализоваться в жизни. И, в общем, сегодня мы начали закладывать эту традицию, хотя она у нас уже была. Но я хотела, знаете, почему я задала этот вопрос? Мне кажется, что люди, у которых… Как можно определить, есть ли у человека мечта, есть ли у человека цель? Если у человека есть мечта и цель, которая действительно вдохновляет, и которая действительно твоя, тебе с утра действительно легко просыпаться. То есть ты понимаешь, что ты просыпаешься ради реализации своей цели. А бывает такое, когда ты работаешь над реализацией чужой цели. И в этот момент, конечно, ты откладываешь вот этот момент пробуждения. То есть ты просыпаешься ради нелюбимого какого-то либо занятия, либо движения. Вот поэтому, друзья, это такой вот первый уже, как бы сказать, скрипт и минутка для задуматься. Можете себе сделать такую пометку и понаблюдать. Есть ли у вас искреннее желание встать пораньше? Либо вы просто ставите это просто потому, что нужно встать пораньше, кто-то сказал там, ну и так дальше. Либо это ваше внутреннее вот такое желание. И сегодня вот мы с Вовой договорились поделиться своими секретами, своими проверенными техниками по достижению целей. Кстати, я хотела начать этот день, этот наш утренний фреш с благодарностью. У меня вот целое утро уже было такое праздничное-праздничное настроение, потому что сегодня у меня... В общем, я хочу поблагодарить в целом индустрию сетевого бизнеса, потому что сегодня у меня бизнес-день рождения. То есть ровно 9 лет назад в этот день я пришла в сетевой бизнес. И почему у меня благодарность? Потому что именно благодаря этой индустрии я реализовала очень много своих мечт и целей. Это и путешествия. Знаете, когда я только начинала, я говорила, я люблю путешествовать. А мне люди говорили, а где ты уже была? И в тот момент я понимала, что я не люблю путешествовать, я просто хочу начать путешествовать. И вот именно благодаря сетевому бизнесу я путешествовала, я сегодня не считала, но там более 10 стран, там 12, 15, может уже. Это действительно для меня возможность реализоваться и реализовать. Вот я по профессии учитель младших классов. И быть действительно младших классов и преподаватель. Это действительно возможность помогать людям и обучать действительно людей. А в сегодняшнем нашем направлении это возможность обучать людей, как по-настоящему быть счастливой, счастливыми для каждого человека. Вот поэтому я искренне благодарна в целом индустрии, каждому человеку, которого повстречала на пути за это время. И сегодня нашла, вернее, она у меня висит, вот эта вот медалька. Совсем недавно, вот совсем недавно мне мой спонсор подарил такую медальку. Мне еще спрашивали, а что это такое за шестое место у тебя? А тут написано 6 лет было. И теперь уже пришел момент, я теперь могу перевернуть эту медальку. Как бы уже на сегодняшний день. Поэтому я каждому из вас благодарна. И, конечно, моим наставникам, которые меня сопровождали все это время, всем каждому желают действительно найти свои внутренние цели, мечты, использовать те инструменты, которые вам также откликаются для реализации этих целей. И вот сегодня мы с Вовой, как я уже начала представлять нашу тему, решили поделиться вот именно своими скриптами, своими проверенными техниками. Не то, что в книжках написано, то, что ты прочитал и пересказываешь, а вот именно то, что действительно работает. Есть у тебя, Вов, такое что-то в загашнике, которым ты можешь поделиться, что действительно срабатывало. Правда ж я говорю, да? Мы же сегодня именно этим поделимся. Именно для этого мы, друзья, сегодня с Ольгой и решили провести. Хотя там сверху у нас, кстати, обсуждался вопрос, а нужен ли этот фреш сегодня вообще в принципе? Вот напишите, пожалуйста, в чате, нужен ли вам этот фреш? И нужны ли вам вообще фреши по вторникам, Оль? Давай вот с этого начнем. Интересно. Если нужны, ставьте десяточку. Если не нужны, ставьте там единичку-нолик. Если нужны так себе, то ставьте там пятерочку. То есть от единички до десятки. Давайте посмотрим, насколько нам нужны вообще вот такие встречи, где мы с утра просыпаемся, делимся хорошим настроением. Ольга светится счастьем, он счастье туда с экрана передает много-много. Ну что, Оль, там какие? А, я забыла, что тебе не видно. Ничего не видно. Ну, идут плюсики. Алекс плюсик, Дима, Юра десяточки ставят. Конечно, нужны, Дима говорит. Еще Дима десятку. Оля пишет, нужен, классно на вас смотреть. Вот такие вот ответы. Хорошо, это радует. Что-то, конечно, стесняется написать что-то другое. Не стесняется. Говорите, как есть. Если заколебали мы вас уже своими фрешами, так и пишите. Блин, что вы там парите вообще с утра? Какие-то, я не знаю, фреши, какие-то анекдоты там травят. Что это ерундой какой-то занимается? Что вам, заняться больше нечем? Давайте лучше вон потусим с командой, пойдем еще чем-нибудь полезным. Да, вот Виктор написал восьмерочку, говорит, что если нет срочных дел. То есть, если есть срочные дела, то как бы Виктор включается в них, а если их нет, то значит идет на утренний фреш. Вот, я поставил миллион плюсиков. Вот, и Ярослав тоже 50 на 50. Хорошо. Друзья, ну, тогда немножечко, да, поясню. У нас фрешики, цель фрешей изначально была такая, фреш равно бодряк. То есть, человек, партнер, ну, или еще потенциальный партнер, который только проснулся с утра, там, и не знает, как бы свой день организовать, включает наш фрешик, а мы тут уже, знаете, такие бодренькие, уже с фрешиком. Сейчас, секундочку, у меня тут тайский фрешик, уже нормальный такой подготавливает. Знаете, для того, чтобы окунулся в тайскую атмосферу, нужно что? Правильно, тайский фреш. Поэтому у нас цель фреша – это взбодрить себя, взбодрить вас, поделиться каким-то хорошим настроением, передать вам кусочек счастья и так далее. Друзья, скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько важно вообще иметь мечту? Вот реально иметь какую-то мечту, которая тебя вдохновляет? Или мечта должна появиться, ну, как бы, потом? Вот она, как бы, не настолько важна вообще в жизни. Можно просто жить в таких вот серых буднях и не забрасывать свои мозги, свое, ну, вот, свое такое представление куда-то повыше из своей текущей реальности. То есть как будет, так будет. Абсолютно все ответы нам сейчас важны, потому что, ну, всегда интересен опыт других людей. Оль, а еще подскажи, пожалуйста, микрофон вот я включаю, когда так же плавает. Может мне этот гарнитуру с наушниками одеть или нормально? Ну, мне хорошо все слышно. Нормально, да? Ну, все хорошо. Да, друзья, интересно услышать. Да, ваше мнение по поводу мечты, по поводу целей, по поводу того, что нужна ли вообще эта мечта в жизни? Нужна ли это вообще цель какая-то? Или, может быть, в принципе, достаточно, знаете, такого ежедневного, обыденного состояния, в котором, ну, живешь себе и живешь, как в песне у Высоцкого. Живи себе спокойненько. Там куда-то стремиться и, может быть, в начальника душа твоя вселится. Так, ну, тут пока идут рецепты фрешей. Виктор написал, алтайская морковка. А, это, наверное, твой фреш. В общем, говорит, алтайская морковка через соковыжималку. Хороший фреш, говорит, получается. Евгений Третьяков уже говорит, есть очень-очень важно иметь цели. Дима говорит, хорошо тебя слышно. Вот тут Юрий Барабанов говорит, у вас есть мечта? Конечно, хочу бросить пить. А почему же не бросили? А как же жить без мечты? Это анекдот с утра, Оля, это все нормально. Это вот как раз наш человек, понимаешь? Вот он понимает, для чего утренний фреш. Анекдоты тратят в программе. Молодец, Юрий, респект. Да, так. Ну, по моему мнению, мечта, знаете, для чего нужна? В общем, для меня мечта очень важна. Потому что если мне вот когда-то попалась такая мудрая фраза, «Хочешь перепрыгнуть в забор, целься на Луну». Вот если смотреть на уровни того, который у тебя есть сейчас, и не забрасывать свои мозги выше, то очень тяжело перепрыгнуть тот уровень, на котором ты вот сейчас находишься. Чем дальше ты забрасываешь свои мечты, ну, как, не отдаляешь их реализацию, а чем выше ты вот позволяешь себе мечтать, даже хотя бы просто мечтать. Некоторые люди боятся ставить цель конкретную, то есть к какую-то дату я заработаю, столько-то денег или туда-то поеду. Вот это пока, может быть, на первом этапе сложно. Но когда ты ставишь, позволяешь себе мечтать хотя бы, хорошо бы было хотя бы, ну, вот такое, ты допускаешь хотя бы теорию вероятности, что я бы хотел, то на самом деле ты целишься на Луну, и к тебе уже подтягиваются другие возможности, и ты по-другому начинаешь действовать. Поэтому лично мое мнение, мечта очень-очень важна в нашей жизни. Ну, иначе, если как бы не совсем комфортно в той жизни, в которой ты сейчас находишься, хотелось бы лучше, ярче. Виктор говорит, основная цель – это саморазвитие. Наш клуб как раз один из способов достижения. Евгений говорит, карта жизни. И, Оля, важно определить свою цель, а не навязанную социумом. Вот это вот абсолютно правда. Знаете, если отойти от темы бизнеса, и как раз Оля об этом заговорила, я вспомнила женскую свою мечту. У меня была мечта, абсолютно женская, это я хотела красивую свадьбу. Вот прям настоящую свадьбу я хотела. И у меня было очень много всяких советчиков и советчиц, которые мне очень, начиная, я не знаю, по-моему, с 18 лет говорили, Оля, пора замуж, а то потом поздно будет, и ты потом будешь никому не нужна. И вот уже вот-вот пора. Но я знаю, что некоторые девушки ведутся на вот эти вот подсказки, и потом в результате получаются не особо счастливые и долгосрочные, так сказать, браки. Потом есть было еще другое мнение, которые говорили, да нафиг это свадьба? Пошли тихонько, расписались, и все. И зачем тратить деньги? А у меня вот была настоящая вот эта мечта, и я хотела вот реально классную, красивую свадьбу. И вот это была моя настоящая мечта. И как определить вот по моему наблюдению твою настоящую мечту? Это то, что ты кайфуешь во время ее достижения по пути, ты кайфуешь, когда она у тебя реализовывается в момент, и потом она остается еще с тобой, у тебя вот это вот счастье продолжается. А если мы слушаем вот этих советчиков со стороны, которые лучше тебя знают, что тебе надо и что тебе не надо, то потом ты как-то дискомфортно и двигаешься, ты спишь дольше утром, потому что это не твоя цель. Потом во время ты как бы, да, достиг, галочку поставил, одобрение от всех получил, но на самом деле внутреннего счастья нет. Поэтому, друзья, будьте осторожны с вот этими вот советчиками. А если относительно бизнеса, то когда я пришла в бизнес, мне сказали, иди выбери себе машину, которую ты будешь хотеть. У меня вообще никогда в жизни не было мечты достигать этой машины. У меня была такая вот установка, что машина, машину должен водить мужчина. И я пришла в бизнес, они мне говорят, иди выбирай машину. Мы пошли по салонам, по автосалонам, начали фоткаться в этих машинах. И я потихоньку начала себя влюблять в эту машину. Но я ее так и не купила, потому что она не моя. На каждой презентации тебе говорили, надо купить машину, надо получить этот автобонус. И ты вроде как идешь к реализации этой цели, но машина не покупается. И потом, когда проходит определенное время, зарабатываются деньги, все идет хорошо. А со стороны тебе люди спрашивают, ну что, ты купила уже машину? А я и не планировала. То есть нужно действительно, Оль, спасибо, что ты сейчас затронула вот этот социум. Нужно слушать то, что действительно у тебя внутри. А социум, он тебе будет говорить, тебе надо купить квартиру. И мне тоже говорят, ну что, ты там купила уже квартиру? А я, может, не мечтаю жить в Харькове. Почему и зачем я буду покупать здесь квартиру? Поэтому нужно слышать то, что действительно у тебя внутри. Вов, а у тебя были такие истории, которые тебе тоже говорили? Вова, вот тебе надо. Может, машинистом тебе надо было быть, а не пилотом совсем? Мне говорили с самого детства, друзья. Оля, спасибо огромное за вопрос. И с самого детства, я думаю, каждому из нас говорят, вот надо пойти в садик, да? Надо пойти в школу. Надо идти сдавать там экзамены и так далее. И вот это надо-надо, я как сейчас помню. Пришли мы в первый класс. Там, условно, первый день нас рассадили за парты. И прям вот убеждают меня, что вот там вот за дверьми этой школы у вас было слово «хочу». Вот здесь, когда вы сели за парты, все, у вас слово «хочу» осталось. Вот там теперь есть слово «надо». Все, надо. И я вот, как сейчас помню, пришел в первый класс, и вот это слово «надо», оно меня, знаешь, как таким прессом накрыло, такое «надо». Я такой репутат встал, такой думаю, блин, а надо ли оно мне на самом деле это? И вот, знаешь, вот эта вот история, которую ты сейчас затронула по поводу мечты, нас с самого детства вышибают. Вышибают с детского сада. Я вот в саду уже себя не помню так, чтобы, знаешь, мелким, но мать рассказывает, что когда она меня приводила туда, я орал так, что она говорит, ну, то есть сопротивлялся мне нафиг, этот детский сад не нужен был, меня туда засовывали. Мне, допустим, там не хотелось то-то, мне надо, да. И вот это вот «надо», оно нам вдалбливается с детства. «Надо», «надо», клином, знаешь, зашибается. Вот. И потом ты не понимаешь, а по факту-то где мое желание? То настоящее желание, вот то, о чем сейчас Ольга сказала, настоящее желание. И когда это настоящее желание, то есть, друзья, для чего мы сегодня фрешуем на эту тему? Для того, чтобы каждый из вас сегодня докопался до своего истинного желания, настоящего, искреннего. Вот Ольге вдалбливали про эту машину, она ей на дух не нужна была. А вот предложи именно тот вариант, который ты хочешь. Вот сегодня наша задача с Ольгой донести до вас идею того, чтобы вы начали мечтать, начали, знаете, как-то тянуться вот именно к тому святому, что именно ваше. Почему? Потому что, ну, чаще всего мы дети Советского Союза, знаете, и у нас вот это вот наше, оно чаще всего его вот так вот с корнем просто оттуда вырывали, ставили туда какое-нибудь такое нормальное, советское. Теперь это твое. Вот, поэтому, друзья, историй таких, я думаю, у нас очень-очень много. Вот, и сегодня давайте поговорим именно о том, как найти вот то настоящее, которое есть у нас внутри. И предложение сменить немножко. Вот у нас дедлайн сегодня до, в принципе, еще 35 минут есть. Вот за эти 35 минут успеть с вами вместе покоммуницировать на тему того, как раскрыть в себе вот эти мечты, как найти тот истинный, истинное ваше желание, как его найти, и самое главное, как его реализовать. Вот, поэтому, Оль, предлагаю сейчас вот на эту тему, как вот ты смотришь, если мы сейчас сюда ключик немножко повернем. Давай повернем. Давай. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате вот тот вопрос, который Ольга вам уже задавала. Есть ли у вас ваша мечта, ваша истинная, настоящая, та мечта, которая вас греет, которая вас, вот знаете, как в детстве там бывало, вот завтра летим там, я не знаю, туда-то. И я такой, о, все, я уже спать не мог. То есть, и мне говорили, чем раньше заснешь, тем раньше проснешься, и раньше полетим. Я такой, все, ладно, хорошо. Я прям, вот знаете, это чувство из детства, оно сродни тому, когда вы находите свою мечту. То есть, вот вы находите свою мечту, и все, и вас уже не остановить, вас не интересуют деньги, вас не интересует там что-то, вы уже погружаетесь полностью в свою мечту, в свою идею, и вы начинаете там вариться. То есть, вы полностью там, а деньги вас догоняют, потом находят, и люди нужные вас находят. И когда вы идете вот в этой мечте, вас не остановить, вы светите счастьем, вот как на Ольгу сейчас смотришь, человек светится счастьем. И он это счастье, он дарит, он не может его держать в себе. Почему? Потому что человек занимается своим любимым делом. Так вот, друзья, напишите, пожалуйста, есть ли у вас такая мечта на сегодня? Или можете там плюсик поставить, или можете написать, да, у меня такая-то мечта есть. То есть, они тут какие-то странные люди собрались, говорят, на зимовку в Таиланд хотят. На зимовку в Таиланд. Ну, отличный, отличный вариант. Так вот, для этой зимовки, друзья, хорошо, вот теперь давайте чуть-чуть глубже копнем, с Ольгиного позволения. Оля, у тебя есть мечта? Конечно. Можешь поделиться? Или секрет? Ну, если самое-самое от сердца, я хочу заповедник. Заповедник. Заповедник с животными. Я понял. А это где-то уже территориально, с какими животными? То есть, уже все есть? С львами хочу. С львами? Да. Серьезно. Слушай, ну, интересная, интересная такая мечта. Хорошо, спасибо, Оля, огромное. Друзья, вы, свои цели, вот мне просто интересно, есть ли люди, у которых еще нет цели, вот тех, у которых нет мечты, давайте цели, цели, они могут быть мелкими, а вот именно мечта. Если нет мечты, то поставьте минус, или там напишите, нет мечты, или там напишите, там, я не хочу эту мечту, и мне и так все устраивает, чтобы было понимание. Ну, как бы, стоит затрагивать вообще этот момент, эту глубину или не стоит. Я поделюсь немножко и своей жизнью, Оль, с твоего позволения. Пожалуйста. Знаете, я в детстве, когда уже шел в школе и не понимал, когда мне сказали, вот это надо, я по школе шел такой и думал, блин, ну надо, надо, и что, а как бы внутреннего желания еще до сих пор, как бы, ну, не было, скажем так, найдено вот этой мечты. И потом, когда я в классе в седьмом уже решил, что я хочу быть космонавтом, но на тот момент многие ребята хотели быть космонавтами, скажу так, но меня привлекало больше вот именно это звездное небо и так далее, и так далее. Я для себя сказал, все, я хочу быть космонавтом, я хочу быть в космосе и так далее. Но мать на тот момент, она как бы мудрая женщина, она посадила меня тогда и начала рассказывать, что такое быть космонавтом и так далее, и так далее, и так далее, вот, что там не будет никакой личной жизни, что ты будешь там принадлежать тому, тому. И я такой снова сел, репо почесал, думаю, что-то мне как-то уже хватит, наверное, вот этого контроля сверху, я хочу свободы. Я говорю, хорошо, ладно, а чтобы быть свободным? Она говорит, ну, может быть, с летчика начать? Я такой, блин, ну давай. Я поставил мечту стать пилотом. И вы знаете, она настолько была моя действительно мечта, что она начала реализовываться такими чудными образами. То есть у нас в школе, на тот момент мы учились в поселке, не было физики на постоянной основе. То есть были приходящие и уходящие учителя, и с 7 по 9 класс у нас физики не было. А поступать в Суворовскую летную школу, рядом с нами там была, это при Барнаульском высшем военном авиационном училище летчиков, была Суворовская школа. В ней пацаны уже в 15 лет, то есть, грубо говоря, 9 класс мы заканчивали, и летом между 9 и 10 классом мы уже самостоятельно могли летать на самолетах, то есть обучаться и так далее. И туда, чтобы поступить, надо было сдать. Там идти физику за 7, 9, там 7, 8, 9 класс, математику, физкультуру. Ну, математика, физкультура, понятно мне там на автомате все. А вот с физикой что делать? И благодаря моему отцу, тоже очень мудрому человеку, он запихнул в меня эти три учебника физики, знаете, как вот раньше советские эти видеокассеты, или видеомагнитофоны с видеокассетами, вот он взял вот эти вот три учебника, и он одновременно, короче, туда, вот в эту коробку, за одну там или за две недели, я не помню. В общем, впихнул нормально. И у меня получилось, что я физику сдал на 4, и учительница потом, кто принимал у нас там заучшая школа, она знала прекрасно о том, что у нас в нашей школе не было там, хорошо не преподавалась физика, и потом она наводящими вопросами там и так далее, и так далее, поставила мне четверку, потом уже призналась, говорит, не смогла бы тебе поставить 5, потому что если бы я поставила, с меня бы потом это начали спрашивать, вот, ну не суть, я поступил, вот. И вы знаете, когда я это все к чему рассказываю, все эти истории, к тому, чтобы, когда у нас есть мечта, когда есть та настоящая, истинная, тогда у нас в жизни начинает складываться. Вот про Таиланд, ну про Таиланд, наверное, это чуть-чуть попозже, отдельная история, как я в Таиланд попал, это с прошлого года. Оль, можешь какой-то своей историей поделиться, которая вот в твоей жизни, скажем так, как вот двигает тебя к твоей мечте, подвигает. Есть такие вот, знаешь, как инструменты, пазлы, которые начинают складываться со всех сторон, там нужные люди, нужные там ситуации, и все начинает, поделись, пожалуйста. Я вот сначала передам тебе привет от Димы, он написал, что Володя, я в детстве тоже мечтал стать космонавтом, но мама сказала, что это вредно для здоровья. Так, и мою одну из историй, тут Александр написал, что когда курс будет 50 тысяч долларов, и я не знаю, это цель, мечта, или это просто к нам вопрос, но как раз ответ и на это, и на то, что ты спросил. Я бы хотела своим опытом поделиться, что когда у вас есть своя настоящая мечта, которая действительно вас вдохновляет, она не привязана ни к биткоину, она не привязана ни к доллару, она вообще, ну, она отдельно от этого всего. То есть все остальное – это просто инструменты, которые вы используете для достижения этих целей. У меня была моя история, когда в моей жизни было все в один момент, знаете, вот бывает, все на тебя наваливается, и ты думаешь, боже, за что мне это все? У меня был момент такой, когда я жила на съемной квартире, и у меня я зарабатывала, ну, в общем, меньше, чем мне надо было за нее платить. И в этот момент мне сказали, что мне надо с этой квартиры съезжать, а это была, там была действительно недорогая цена, мне надо было найти новую квартиру. В этот момент у меня закончился бизнес, которым я, ну, вот он плавно, он уже просто умирал. Я понимала, что мне сейчас, ну, я здесь просто больше не заработаю. И в этот момент мне еще мама позвонила, а у нее временно, где-то около полтора года, жил мой кот, ну, это было временно, до того, когда я смогу его забрать. Именно в этот момент она мне позвонила и сказала, все, я больше не могу, типа, справляться с твоим котом, забирай твоего кота. У меня нет денег, у меня нет денег даже на ту квартиру, в которой я живу, у меня нет денег на то, чтобы найти новую квартиру, мне надо переехать, и у меня еще кот. А если кто-то когда-то пробовал найти съемную квартиру, на съемную квартиру с домашними животными еще сложнее переехать. Но при этом у меня было вот внутреннее желание, вот то, чего я говорю, я реально хотела начать путешествовать, я хотела жить вот реально свободной жизнью. И в этот момент я начинаю новый бизнес, у меня, а, я забыла еще сказать, у меня еще был минус на кредитке, который я не могла выплатить, и у меня на этот минус еще минус уже собирался, то есть процент на процент. И мне вот эти смс-ки вообще прекрасно радовали. То есть представляете, вот это вот вообще мое прекрасное состояние. И в этот момент я продолжаю верить и знать, как я хочу жить. У меня передо мной находятся картинки европейских, я очень хотела поехать в Европу. У меня был просто загранпаспорт чистый, он лежал уже там два, может, три года чистый абсолютно. Я хочу поехать в Европу, прям я мечтаю об этом, мне все, я не прицикливаюсь к тому инструменту, который был на тот момент. Я начинаю новый бизнес, я горю вот этим внутренним желанием, я раскладываю себе, что мне нужно конкретно делать, чтобы реализовать мою цель в ближайшее время. За первую неделю в бизнесе я зарабатываю 488 долларов. Я хорошо это запомнила, потому что я потом видео записала, у меня было, как я заработала, 480 долларов за первую неделю. И уже через месяц вместе с людьми, с которыми мы начали, то есть команду, вместе с командой мы едем в первое мое путешествие в Европу. Поэтому не курс там биткоина, а ваше внутреннее желание вас приблизит к реализации вашей цели. В какой бы ситуации вы сейчас не находили, если это будет действительно ваше внутреннее желание. Ну вот одна из моих историй, которая, ну для меня это тоже скрипт. Когда ты действуешь в том направлении, когда ты не останавливаешься на том, что вот сейчас у меня плохо. А есть еще люди, у которых еще хуже, но они через время оказываются выше, чем те, которые думают, а все равно это у меня условия так сложились, я не виновата. Да, Оль, спасибо огромное. Друзья, напишите, пожалуйста, в сообщении, есть ли в вашей жизни такие истории, когда вы нашли свою мечту, то есть вот именно то, что внутри, скажем так, у вас защекотало, и сказали, да, это мое, я сюда хочу, это мое настоящее. Это не та подмена, которую, вот как Ольга рассказывала, с машиной. А именно мое настоящее, и вы начинаете действовать. И когда вы начинаете действовать, вселенная со всех сторон начинает вам давать нужные ситуации, нужных людей, и все начинает складываться. Вот напишите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни такие ситуации? Очень интересно. А я, если Ольга позволит, расскажу историю, как я вообще в Таиланд попал в этом году. Это вообще обязательно. С удовольствием еще раз послушаем, давай будем полезны. Твой опыт, я уверена сейчас, потому что тут большинство людей, они написали, вот Евгений говорит, я в Таиланд хочу, вернее, даже покупаю квартиру и буду там жить. Оля говорит, я хочу на зимовку в Таиланд. Там где-то Алекс тоже, я в Таиланд. В общем, Таиланд, Таиланд, Таиланд. Хорошо, друзья, тогда история про Таиланд. Вот, как попасть простому человеку, незаурядному в Таиланд. Год назад, в октябре месяце, в сентябре даже, наверное, в нашем сообществе BeHappy24 объявили промоушен на том, что можно попасть в Таиланд на нестандартный, на тренинг, называется нестандартный лидер, там по определенным условиям. И этот тренинг объявили на декабрь или на ноябрь, вот я не помню, на начало декабря, по-моему. И у меня внутри, когда я смотрел это выступление, там Юра Константинов у нас его проводил, и тогда у меня внутри прям реально защекотало, я сказал, блин, но я хочу там быть. Я не знаю как, то есть у меня там минус огромнейшего долга, там минус за миллион денег, минус там куча-куча-куча-куча всего в плане всего остального. И я головой, если бы я на тот момент головой думал, я бы вот так крест поставил, сказал, ты что, ку-ку совсем, да. А когда начинаешь на тот момент, слава богу, уже познакомился с сообществом, с BeHappy, познакомился с лидерами сообщества и начал в эти моменты отключать голову, включать внутреннее состояние, внутренние ощущения. Ну, сердце, знаете, как говорят, жить по интуиции. И вот сердце, оно на тот момент сказало, давай, это мое, это то, что я хочу. И тогда я подумал, интересно, если душа хочет, а душа – это частичка бога, значит, я там могу реально быть. Значит, нет ничего такого, чтобы смогло меня остановить, я бы там не мог быть. Вот есть единственная вот эта вот коробочка, знаете, с серым веществом, который вот под этой лысой головушкой. И вот это вот серое вещество, вот оно единственное, что может нас тормознуть. Серьезно. И когда я это понял, друзья, вот все гениальное настолько просто. Вот оно лежит на поверхности и может пользоваться любой. Начиная от школьника, я, кстати, будучи школьником, умел этими вещами пользоваться. Я вам, если интересно, тоже расскажу, как я этим пользовался. Тогда еще даже не зная, как это работает, просто брал и пользовался. Потому что многие люди, они это знают на подсознании. И они, кто-то пользуется осознанно, кто-то пользуется неосознанно. Так вот, на тот момент я такой внутри, блин, я хочу это мое. И я принимаю для себя решение делать действия для того, чтобы попасть туда. Я начинаю делать действия, я понимаю, что все, нужно уже предоплату, нужно там то-то-то, но не успеваю. И чудным образом этот тренинг переносят с декабря на февраль. И как я только узнаю эту информацию, я понимаю, что вселенная, Бог для меня сейчас в настоящий момент, реально для меня, сейчас говорю даже, запиши лочить, передвигает сроки для того, чтобы я там был. И тут я уже все, закатываю рукава, говорю, не-не-не, все, я прям вот так вот сделал, все. Теперь это точно для меня. Теперь уже я никуда не отверчусь. Я вот тут вот закручиваю все гаечки на место, ставлю, которые там раскрутились, потерялись. И начинаю действовать. Действовать таким образом, чтобы прям вот, ну, быть там. То есть, знаете, как не забыть в глаза, как обычно говорят там, да, и ты начинаешь как баран долбиться в эти ворота, которые не открываются. А в спокойном, ровном, абсолютно состоянии начинаешь делать определенные действия для того, чтобы быть там. Но внутри ты уже понимаешь, что ты там будешь. И вот на тот момент, когда я внутри уже понял, что я там буду, когда я открываю картинку Таиланда, и я уже себя физически там ощущаю, прям я смотрю туда, я физически уже там, я не знаю, как это работает, всеми фибрами души ты уже там. И ты понимаешь, что что бы там ни случилось, сейчас найдутся деньги, сейчас найдутся нужные ситуации, нужные люди, и ты туда попадешь. И происходит именно так, друзья, что я туда попадаю. Находится, знаете, на тот момент, ну, давайте уже до конца будем искренними, на тот момент у меня подключается человек в бизнес, с которым мы были знакомы один день. Будучи в Белгороде, я там занимался недвижимостью, мы познакомились с человеком, мы один день с ним увиделись там, буквально протяжении, может быть, часа-двух мы с ним пообщались, и все, и мы больше не виделись. И он находит меня в интернете, говорит, Володь, я вижу, ты там криптой занялся? Да, занялся. И он подключается в бизнес, он тогда берет пять аккаунтов по три с половиной тысячи. И мы их правильно расставляем, и у меня на тот момент там больше двух тысяч долларов хлоп так на этот, на карман. Я так думаю, ну, нормально. Вот, потом следующий человек подобный, также прилетает с деньгами с Екатеринбурга, то есть уже я знал, что я лечу в Таиланд и так далее, но там чуть не хватало. Этот человек прилетает с деньгами сюда, ко мне прям домой, мы с ним идем, эти живые деньги складываем в банкомат, проплачиваем следующие там три с половиной и еще, по-моему, три с половиной, не помню там, ну, то есть основательский пул и так далее. То есть люди, еще раз, друзья, ситуации, деньги, все абсолютно начинает складываться, как в пазле. Когда мы отключаем вот это серое вещество, которое нам начинает диктовать какие-то свои правила там и так далее, и мы начинаем жить именно, знаете, по своей мечте. Когда я вспоминаю историю свою о поступлении в Академию гражданской авиации, это вообще отдельная история. Меня, по идее, вообще там не должно было быть в принципе в Академии, но снова же вот такими чудесными образами складывается. Почему? Потому что есть инструмент. Ну что, Ольга, я думаю, под конец как раз можно, наверное, инструмент открыть, да, у нас сколько, 15 минут осталось? Как считаешь? Друзья, вот давайте так. Итак, кому интересно узнать инструмент, наипростейший инструмент того, как реализовывать свои мечты, свои желания и так далее? Поставьте десяточки. Кому интересно? Оля, тебе интересно? Да, конечно, как же. Я, между прочим, тоже думала в прошлом году по поводу Таиланда. Меня вдохновил очень тренинг. Ну, пока сейчас я жду десяточек, ну, ждем десяточек. Тут люди тоже истории свои писали. Макс говорит, мечтал о красной ракете, я и домечтался. Юра тоже говорит, что под запрос появляться возможности. Евгений, как всегда, большущее письмо написал, как он хотел быть офицером и как ему книга помогла о настоящем человеке. Так, тут пошли, пошли, уже начали десяточки. И у меня история тоже с прошлого года по поводу Таиланда. Я очень сильно захотела попасть именно не в Таиланд, а именно меня очень вдохновил тренинг, идея тренинга, а не стандартный лидер. Потому что мне интересно именно комплексное развитие, чтобы была гармония в целом. Не только там в финансах начать больше зарабатывать, а чтобы во всех сферах жизни началась действительно гармония и счастье пришло. Но тоже, как ты говоришь, возможности на тот момент визуально, они были ограничены, там финансы. И мы попали вообще тоже на этот тренинг. Но для меня не было целью, что это именно Таиланд. Но когда я приехала назад, я же вам говорю, у меня перед глазами есть доска визуализации. У меня, знаете, вот есть люди, которые мечтают всю жизнь о Таиланде. У меня прям несколько знакомых есть, которые, я хочу в Таиланд, я хочу вот именно слово, вот это Таиланд, они прям вот Таиландом живут. А я не хотела в Таиланд, я хотела на тренинг. Но когда я приехала назад, я увидела, что у меня перед моим рабочим столом на моей доске визуализации висели вот эти пальмы, которые были у меня там в Таиланде. Я поняла, что я как раз вот этой визуализацией, это один из инструментов, который я тоже использую, это окружить, никогда не терять свою цель из вида. И можно даже не знать, как она называется. Если вам хочется, чтобы это было, не знайте, как она называется. Или там марку машины. Я когда говорю, когда у меня спрашивают, какая тебе нравится машина, я им реально называю, как она выглядит. Что я буду выучивать, какая там марка и еще серия какая-то там. Я просто объясняю, какая она есть. Так вселенной понятнее. Мало ли, может, они завтра ребрендинг сделают. А мне главное, чтобы вселенная поняла, чего я хочу. Поэтому объясняйте своим понятным языком, окружите себя этими картинками. И вот что мне понравилось в овенном рассказе. Знаете, в чем ошибка некоторых людей? Они когда начинают мечтать, они садятся вот так в позу медитации, думают, ну все, с целью, с мечтой я определился. Теперь можно как бы, ну все, все, свою задачу выполнил. Но есть еще системность действий. И вот важно тоже, Вова, ты сейчас сказал, что я продолжал делать. Я делал, 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 я понял, что нужно делать. Даже когда мозг, вот это серое вещество сопротивляется, и оно не верит. Сердце верит, а голова не верит. Нужно именно выполнять системные действия. И то, что я для себя нашла, это нужно разложить свою задачу настолько на простые кусочки, чтобы и мозг немножко начал верить. То есть когда ты ставишь задачу заработать или сделать сколько-то продаж, какой-то, ну вот, большой объем, мозгу это как вот, ну вот оно не помещается в голову. У него есть свой рубеж, который он готов на сегодняшний момент принять. А когда ты начинаешь раскладывать на кусочки, общую сумму распределить по месяцам, например, или общий объем звонков, или общий объем того дела, которым вы занимаетесь, чтобы мозг понял, а, тю, так в час мне нужно сделать всего лишь вот это. И все, и уже и мозг соглашается. И у вас тогда и мозг, и сердце двигаются в одном направлении. Ну и, конечно, вот мне понравилось, что ты говоришь до конца. Ну, то есть можно было сдаться, можно, чтобы ты смог остановиться на полпути. То есть когда у тебя уже не получается, ты берешь и останавливаешься. И я, ну, с вашего позволения, еще одну, у меня просто есть такая история, когда до последнего момента, это как вот из серии ту, которая перед этим рассказала, когда было все совсем плохо и просто казалось, ну, все, дальше уже можно не двигаться, уже можно сдаться и пойти устроиться учителем начальных классов на работу. У меня в бизнесе был промоушен. И до того, чтобы, ну, а промоушен – это когда ты получаешь подарок, ты получаешь признание, ты зарабатываешь деньги. И завтра этот промоушен в 8 утра заканчивается. А длился он 3 месяца. И я вот выполняла, выполняла, у меня все прекрасно шло. И остается несколько тысяч долларов, которые, ну, нужно, чтобы произошло еще продажи. Сегодня вечер. И несколько тысяч долларов не хватает тоже до завершения этого промоушена. Я продолжаю делать реально вот эти вот простые действия. То есть маленькие простые действия, которые, кажется, вот как ты говоришь, уже один человек, которым ты знаком один день. Ну, как твой мозг вообще мог подумать, что это такое может произойти? Никак. Но ты, если продолжаешь действовать, вселенная видит, что ты стараешься и тебе дает. И вечером, завтра промоушен заканчивается, сегодня у меня появляется информация, что будут эти продажи, но когда человек готов с деньгами, там, причем, нельзя было, вот, грубо говоря, 3,5 тысячи сразу завести. Там надо было завести около 20 тысяч долларов и маленькими платежами. То есть нельзя было сразу одним траншем запустить. И пока человек это делал, вечером у нас отключается платежная система банковская, именно той, через которую он заводил, и внутренняя платежная система в компании, в которую мы заводили. То есть и там, и там вообще оно все заблокировалось. Друзья, я спала в ту ночь где-то с 12, с часу где-то до полчетвертого утра. И в полчетвертого мы встали и начали опять пытаться. Промоушен я этот выполнила за 2 минуты до его окончания. И до последнего у меня не было сомнения, что я его выполню, понимаете? Вот так можно достигать своей цели. Не так, что, блин, у меня я все теперь буду медитировать, у меня все будет. И не так, что ты сдаешься по пути, на полпути. Вселенная должна видеть, что ты стараешься. И вера у тебя должна быть искренне, и цель у тебя должна быть своя. Ну а теперь давай, Вов, ты горел, инструмент какой-то будет. Друзья, на самом деле Ольга вот сейчас выдала вам самый-самый живой инструмент, который только можно использовать. Вот давайте так, у кого есть ребятишки, у кого есть дети, можете на них посмотреть. Вот пример моего сына, который он сейчас сидит, занимается уроками. Вот он сильно хотел себе велосипед. И на тот момент, вы знаете, я мог легко пойти выбрать велосипед, в очередной раз купить ему игрушку эту, да, чтобы он поигрался. Но я предложил ему сыграть в интересную игру. Я говорю, слушай, здорово, ты точно хочешь? Да, точно хочу. А ты уже выбрал какой? Ну вот, вот со столькими я говорю, хорошо, давай мы начнем с тобой копить. Он такой, пап, ну это долго там, и все. Я говорю, ну почему долго? Как раз таки нормально. И на этот момент, когда мы начали с ним копить на велосипед, я начал за ним наблюдать. Я больше наблюдал, наверное, за собой, не только за ним. То есть для меня этот урок был в чем? В том, как Вселенная смотрит за нашими желаниями. Помогал я ему? Да, помогал. Ему помогали все родственники, там, по 100 рублей, там, по том, том, том. И человек накопил себе на велосипед за определенное время. И потом, когда, во-первых, когда он копил, он был счастлив, как Ольга говорила, в процессе. Это действительно вот один из критериев того, что это его. Потом, когда он накопил, он уже сидел, и он там пересчитывал, там, по кучкам раскладывал. То есть это надо было видеть. То есть человек, он счастлив в этот момент. Потом, когда мы идем выбирать велосипеда, он уже прям готов был первый велосипед купить. И я его немножко тормознул, говорю, хорошо, давай еще вот там, посмотрим там. И когда он выбрал действительно свой, у него в глазах там счастье было, там, он тут же с этого магазина сел. То есть и он до сих пор на него садится вот именно с этим чувством, с чувством счастья. То есть то, о чем Ольга и говорила. У вас есть ваша настоящая мечта, когда вы ее поняли, щекотит. То есть вы в процессе достижения этой мечты, и вы в мечте получаете счастье, радость, удовольствие. Так вот, друзья, теперь инструмент. 9 минут. За 9 минут легко. Вы готовы. Смотрите, когда, самое первое, почему мы начали говорить с Ольгой сегодня о мечте, потому что это то, что вас двигает. Не будет мечты, не будет движения. Вы будете как, ладно, сегодня без французского языка. Будете, знаете, как идти уныло, шагая по этой земле, и будни превратятся сначала в серые, потом в черные. Потом вы уже будете настолько раздражены, что вас будет напрягать и раздражать все. Поэтому мечта – это то, что нас двигает в жизни. Это как, я не знаю, для растения солнышко, когда вы тянетесь туда. И найдя мечту, свою мечту, самое главное – начать ее реализовывать. То есть, как Ольга правильно сказала, распределить по шагам, чтобы мозг включился, да, и постепенно двигаться. Но теперь самая-самая простая вещь, которая лежит вот здесь вот на поверхности, и которой мы пользуемся кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Как это работает? Когда вы нашли мечту, когда вы себя уже туда окунули, то есть вы реально видите, вот я сейчас себя реально вижу в Таиланде. Я сейчас себя реально вижу в том месте, где у нас сейчас поселок Be Happy выкуплен в домике. Я сейчас реально живу уже с новой этим ощущением. Когда я учился в летном училище, одна из историй, это было Бугурусланское летное училище, Оренбургская область. На тот момент я начал осознанно пользоваться этим инструментом. То есть, мы тогда дружили с девочкой из Краснодара, и я для себя, знаете, как вот иду я по Бугуруслану, а хочу, допустим, в Краснодар, и я себя осознанно прям хлоп, и я ощущениями, я такой смотрю по сторонам, так я уже в Краснодаре. То есть, я на уровне физики, проходила ровно одна неделя, я шел по Краснодару. Я иду по Краснодару, уже все реально, в реалии. Как это работало? Ну, там через свой курсантский билет, так называемый, ну, это как приезжаешь в аэропорт, находишь, где залезть там правильно, где, пролезть в Штурманск, я тогда была. Ищешь нужный экипаж, подходишь, ставишь командир курсант такой-то, разрешите с вами, он говорит, о, ну, и как бы там летишь, в общем. То есть, как этим я пользовался? Уже осознанно, реально берешь на уровне физики, на уровне ощущений, друзья, это инструмент, включайтесь, внимание, для тех, кто хочет в Таиланд, ваша задача на сегодня, открыть картинку Таиланда, Пангана, лучше всего, если вы на Панган собрались на тренинг, открыть домики, посмотреть, реально, вот окунуться, можете прикрыть глаза, можете не прикрывать кому-какуда, окунуться на уровне физики туда. Если это действительно ваше, я сейчас не буду, если я сейчас вам навяжу, то это будет навязанное мной, не сработает, именно изнутри, ваше, собственно, на уровне физики вы окунаетесь в это ощущение состояния, что вы в Таиланде, на уровне физики вы его ощущаете, то есть, когда серое вещество в вашем мозге, вот самое главное мозг отключить, потому что логика включится, ты что, дурак, что ли, сидишь там, какой-то визуализацией, там, медитацией занимаешься, кого ты там слушаешь, парят по полной. Вот если вы мозг отключите, включите сердце и начнете, друзья, начнете вот именно с этими ощущениями действовать, вот прям реально, вот так вот закатываете рукава и говорите, так, все, поехали. Я уже в Таиланде, реально ощущаете себя там и начинаете действовать, вот как Ольга говорила, простые, пошаговые, ежедневные действия. И вселенная, когда увидит, что вы по копеечке, там, по 10 рублей, да, вам там дали 10 рублей, а вы откладываете в копилку, потому что вы знаете, у вас там велосипед я хочу. Вы с помощью этих простых действий вселенная даст вам столько, что вы окажетесь в Таиланде. И вот если кто услышит сейчас этот инструмент, друзья, и попробует на практике реализовать его, пожалуйста, мы с удовольствием его открыли, с удовольствием его вам отдаем, потому что это все лежит на поверхности. Кто-то из вас примет, кто-то из вас начнет это делать, кто-то из вас начнет этим пользоваться, а кто-то скажет, так, фрешанутые вообще, ребята фрешанутые конкретно. Вот, так что, ну что, мы в дедлайн уложились сегодня, да, еще 4 минуты, Ольга, тебе слово, друзья, ну, а вы можете там в комментариях что-нибудь указать такое. Да, спасибо, спасибо, Вова, за инструмент, реально проверенный, ну, главное, что вы реально проверены практикой. Мне больше всего всегда нравится обучаться у людей, которые сами на себе проверили, оттестировали и дальше сказали, а тот, кто слышит, это его уже дело, принимать или не принимать. Ну да, в завершении, давайте, друзья, чтобы максимум пользы каждый из вас сегодня получил, напишите, пожалуйста, что конкретно вы сегодня сделаете для того, чтобы приблизиться хотя бы на сантиметр ближе к реализации вашей мечты. Вот напишите, может быть, одно слово, не надо писать длинный большой комментарий, а буквально несколько слов, что вы сегодня уже сделаете для того, чтобы хоть немножко стать ближе к реализации своей мечты. Оля написала, все, зарядили, я пошла делать действия. Кто первый, тот и успешный. Первая написала, первая пошла делать, и первая сейчас билеты купит в Таиланд. Так, друзья, я вам от себя хочу пожелать, буду делать звонки и общаться. Алекс написал из Франкфурта. Ты его, как он тут сказал, сманипулировал. Пойдет теперь звонки делать и общаться. Ну, я вам, друзья, желаю найти по-настоящему свою внутреннюю цель, системно двигаться к ее реализации и прислушиваться к своим внутренним ощущениям по пути, когда вы двигаетесь. Оля очень обрадовалась, что она купит первые билеты в Таиланд и попросила Богу в уши передать. Так, кто еще что будет сегодня делать? Евгений, наверное, опять пишет большой текст. Евгений, короче, а то у нас эфир сейчас выключится. Друзья, кто еще сейчас пишет, вы дописывайте. А кто стесняется, напишите, пожалуйста, по десятибальной шкале, насколько вам сегодня был полезен наш утренний фреш. И пойдемте тогда действовать, реализовывать наши мечты, выполнять конкретные действия. Каждый может их сегодня себе просмотреть, пересмотреть, где был дисбаланс, где-то, может быть, мозг побеждал, где-то сердце, где-то мы только медитировали. Как теперь вот в комплексе это составить? Оля, Володя, благодарю за фрешик, очень тепло и душевно. Тысяча с плюсом нам поставили. Супер фреш, я в восторге и прозрела. Вот, очень приятно. Нам, правда, очень приятно быть полезными. И подавайте свои заявки, друзья, какие бы темы вы хотели, чтобы были озвучены в наших прямых эфирах. И мы с удовольствием будем делиться, находить практиков в том вопросе, который вам интересен. И именно практики будут всегда передавать вам информацию. Евгений оформляет визу и делает загранпаспорт сегодня. Вот это решение, вот это правильно. Как же квартиру в Тай купить-то, если нет этого всего? Правильно. Так, ну, в общем, все, друзья. Классного вам дня и успешного продвижения к целям. Володя, спасибо тебе большое за отличную такую компанию. Спасибо, Ольга, спасибо. Вот, друзья, еще раз вам покажу сделанную... Ольга сделанную вот такую штуку, где она тут фокус наводится, наводится. Видно, я не наводится. Вот, это мешочек счастья из Харькова. Вот Оля, а вот Юра. Друзья, вот мешочек счастья из Харькова. Теперь он есть не только у меня, он есть везде по всему нашему необъятному миру. И будет еще больше. Поэтому вот с этим счастьем хотелось бы с вами еще раз поделиться. Вот, будьте счастливы, будьте богаты и увидимся в Таиланде. Спасибо всем, кто был. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok